Можно вопрос? Да. А что вы можете сравнить? Гето питание и вегетарианство будет полезнее? А какое вегетарианство? Если вегетарианство смешанное, то возможно даже гето питание будет полезнее. Если вегетарианство, это как я вчера говорил, 10% жиров, 10% белков и все остальное углеводы, тогда это здоровое вегетарианство, так скажем. Дело в том, что наш организм может питаться либо жирами, либо углеводами. То, что жиры – это второстепенная энергия, это легко определить. Мы, допустим, поели тортик, в нем 50% жиров, потому что там крем и 50% углеводов. Но какую энергию организм берет с этого рта? Углеводы. То есть он запасает углеводы вегетарианство, это энергия для мышц, жир он откладывает. Большое заблуждение, что организм с торта откладывает в жир углеводы. Ему нужно просто титанический труд сделать, чтобы углеводы превратить в жир. Ему проще взять жир, в том виде, в котором он есть, и отложить его в жир. Поэтому, если питание смешанное, то 50% углеводов и 50% жиров – это нездоровое питание. Это Берина Сергеевна Шаталова. Это, наверное, единственный акт, который действительно говорил, что жиры провоцируют у нас и онкологию, и иммунитет, понижают гормональную систему. Следует избегать жирной пищи, так как жир отрицательно влияет на процесс пищеварения, обволакивая жировой пленкой слизистую желудочно-кишечного тракта. И. П. Павлов установил также, что при жирной пище наблюдается постоянное забрасывание содержимого кишок в желудок, что отрицательно сказывается на его работе. Не случайно ученый считал, что жирную пищу может переваривать только вполне здоровый человек. Необходимо помнить о состоянии почек. При содержании жира, равном 10%, происходит дегенерация почечной ткани. Жиры нарушают также процесс деления клеток, гормональная равновесие в организме, понижают эффективность функций иммунной системы. Избыток жиров может вызывать и другие последствия, в том числе и раковые заболевания. Да, здоровое тело может справиться с жирной пищей. Если у вас уже начались проблемы, то вы будете делать очень серьезную нагрузку как минимум на иммунитет. Что Елена Сергеевна Шатанова имела в виду, почему жиры нагружают иммунитет. Вот здесь мы видим лейкоцит, поедая холестерин. То есть вот эти жиры, которые мы чрезмерно употребляем, организм их что с ними делает? Он либо их откладывает в жировые ткани, либо их уничтожает иммунная система. Это то, что ему не нужно. А как вы знаете, лейдовая у нас энергия какая? Жиры или углеводы? Жиры, да? Хорошо, мы употребляем 50% жиров и 50% углеводов. Организм из этой энергии какой выбирает энергию? Так, вот. И, собственно, перешли мы к самому, наверное, интересному. То есть прежде, чем что-то менять в своей жизни, нужно изучить информацию. И я бы советовал вам взять любого из этого автора. Можно Шатанова, можно Клэппера. Доктор Макдулгал очень читается легко. Энергия крахмалов. Макдулгал с грям больше подходит к сыроедам. То есть они здесь солидарны. Вот что хорошо, на Западе они все зожники веганы, они все солидарны. Они себе та, кстати. По поводу жиров. Даже растительные жиры у нас провоцируют воспаление и, ну, у них больше они ориентируются на то, что завиваются сосуды. Мы, кстати, об этом поговорим. Вот доктор Колмол Исельцин, у него опыт уже 30 лет, он лечил людей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые считаются неизлечимыми. Просто 10% жиров абсолютно любых, ну и цельные продукты растительные. И на такой диете он людей, ну, так скажем, с того света доставал. Дин Орниш тоже, в общем, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В основном у него такой профиль. Его программу даже в Штатах берут эти страховые компании, потому что его программа дешевле и она эффективнее. Вот с помощью своей программы то же самое. Это дом, если вы хотите, чтобы вы хоть 1-2 бург, 1-2 бург. И мы хорошим, как это будет cringe-как, то есть, что мы можем спокойно. И я, верно, не знаю, какие-то, что происходит. У нас 7-0 бург. Моя, я вам не знаю, что мне неправильно, я тебе спешим. Всем привет. И я вам нет, что я вам не знаю, что я твою. Я так же как пишу, я вам показал. И я вам что-то сделаю эти демённые, которые у каждого. У меня есть более чем-то, я вас об этом. В общем, это тут над крысами очень часто издеваются, знаете, да? Здесь крысу кормили 7% соевого масла и 50% кокосового масла. Но тут не все залазит, в общем, тут кормика не завезла. Можно ее как-то подвинуть вверх, тут просто печень будет увеличенная, и лисеральный жир увеличен у крысы, которая питалась этим. Ну ладно, поверьте мне масла, если не получается. Не получается вам эту корнягуру? Вот. Ну и вот эта крыса, она обычно кормит семена, вот эта вот крахмалевская еда, там все нормально. Ладно, можно другой скрин. То есть что-то с жирами не то, наверное, да? Это что касается того, что в растительных жирах нет холестерина. Вот мы смотрим, кокосовое масло у нас на первом месте по холестерину, пальмовое масло у нас на втором, вот даже говяжий жир, гуриный жир у них меньше. Даже в сале жира меньше, чем в кокосовом и кокосовом масле. Но исследований по поводу кокосового масла немало, потому что они загрязняют у нас и удушают сосуды. Теперь, что касается кетодиеты классической. В принципе, если организм более-менее здоровый, мы его сажаем на жиры, ограничим углеводы, ему приходится переключаться на жиры. Скорее всего, здесь, возможно, сосуды загрязняются меньше атаковых холестерина. Потому что организм переходит в кетоз и, в принципе, он в таком режиме, в котором, как бы, может этот холестерин в сосудах даже использовать как топливо. Но это теория. Может быть, на кето-питании сосуды не загрязняются. Но если организм использует углеводы, то тогда холестерин в сосудах откладывается. Потому что организм не в таком режиме, чтобы использовать жир как топливо. Вот всех авторов, которые я показывал, все склоняются к тому, что они больше 10% жиров. 80-10 на 10. Если будет чрезмерное подъемление белков, то тогда наших ферментов, которые перерабатывают на белок, это мы уже переходим опять к теме воспаления. Им просто не хватает на такой процесс аутолиз. У нас постоянно происходит аутолиз. То есть, когда у нас клетка умирает, наш организм ее утилизирует с помощью протоэлектрических ферментов. Протоэлектрические ферменты – это те ферменты, которые вырабатывает поджелудочная железа для переработки белков. Но если мы кушаем очень много белковой еды, нам ферментов для нашего личного аутолиза не хватает. И тогда получается… Поджелудочная? Нет, не поджелудочная, но она тоже может так убиться. Опухоли у нас начинают образовываться. Потому что нет фермента, который все это должен растворить и утилизировать. То есть, старую клетку, она потом в итоге мутирует. Поэтому белков нежелательно много есть. Я сам марафоны провожу. Есть такая фермента терапия. Это чисто для тех, у кого уже опухоли. Я сейчас никому не говорю, там целая история. Лучше тоже ознакомьтесь с этой темой. А марафоны по восстановлению микробиота проводите? По восстановлению? Давайте по видео. Реально, вы в хорошем видео. Давайте в хорошем видео. Мы поддержим вас. У меня в конце этого месяца будет марафон лечение ферментами. Скажите, а вот почему японцы до 120 лет жили? Японцы до 120 лет жили, так скажем, до 50-х годов. У японцев не было ни сахарного диабета, не было онкологии. Сейчас у них там процент уже серьезный. То есть, они уже далеко от этого. И все очень просто. Что они ели? Они ели рис. Там процентов, наверное, 70 вон сегодня у них рис. Это мы опять возвращаемся. Что нам нужно есть? Углеводы или жиры? Жиры они брали, там немного рыбы ели. Вот это вот омега-3. Там, кстати, омега-6 нет. Мы вчера просто про омега-6 говорили уже. Если кто был, помнит. Если что, там записи уже посмотрим. Вот в рыбе как раз таки омега-6 нету. Вот вам, пожалуйста, идеальное питание. То есть, они вот эти масла растительные не употребляли. Рис и там немного рыбы. А ферментированные когда они начали ели? Дохнуть имеешь в виду? Ну, соевый соус. Не знаю. Может культура у них такая? Выйти в Маракону по восстановлению микробиом? Не знаю. Я подумаю. Ну, по сути, голодание это, в принципе, уже Маракон, так скажем, по восстановлению. Мы голодаем. В конце биопробиотики меняем микробиом. Если у нас преимущественно углеводы. Ну, это его видовая энергия, организма. Он ее использует. Клетка в себя опускает углеводы. Потому что клетка может принять в себя либо жир, либо углевод. Если она принимает жир, она не может принять углевод в себя. Ну, то есть, там жир уже стоит. Все, он заполнен в свое место. И вот поэтому инсулинорезидентность и сахарный диабет. Это все доказано уже. Я там вчера говорил про докторов, которые лечат цельными растительными продуктами сахарный диабет и все такое. Когда я выпустился из медицинского, у нас было больше лекарств. И наши иглы были острее. Но результат был такой же. Те же несчастные пациенты, и мы так и не смогли ни разу вылечить диабет. Болезнь только лишь прогрессировала. Но произошло два научных открытия, которые полностью изменили ситуацию. Первое заключалось в том, чтобы взглянуть на мир шире. Если посмотреть на те страны, в которых наименьшее количество больных диабетом, как в Японии, например, то станет понятно, что их питание не имеет ничего общего с тем, что мы назначаем диабетикам. Они спокойно едят себе свой рис и лапшу. Они так питаются постоянно. Каждый день полная тарелка лапши или риса. А второе открытие было сделано в ходе исследования клетки, в частности, мышечной ткани. Мы исследовали именно клетку из мышцы, потому что это именно та клетка, куда поступает глюкоза, куда поступает сахар из крови. Это топливо, которое приводит вас в движение. Знаете же этих спортсменов, которые бегут марафоны? Так вот, за пару недель до забега они активно наполняют свой организм углеводами. Они едят пасту, едят хлеб как раз для того, чтобы та самая глюкоза попала в клетки и появилась энергия. Этот процесс является основной проблемой при диабете, потому что глюкоза прямо около клетки и пытается попасть внутрь. Чтобы туда попасть, ей нужен ключ. Этим ключом является инсулин. Давайте представим, что мне нужно попасть в свой дом. Я стою возле входной двери, достаю ключ из кармана и вставляю его в замочную скважину. Так, минуточку, не открывается, и проблема не в ключе. Я заглядываю в скважину и вижу, что пока меня не было, кто-то запихнул туда жвачку. И что я должен делать? Залезать через окно? Нет. Мне нужно прочистить замочную скважину. Так вот, когда у человека диабет, инсулиновый ключ не работает. Но почему же? В чем проблема? В идеале глюкоза должна попасть в клетку, и инсулин является ключом, который открывает ей доступ. Но причина, по которой этого не происходит, вовсе не жвачка в клетке. Это все жир. Маленькие шарики жира. Но вы же понимаете, что врачам не нравятся такие слова, как жир, в слове лишь один слог. Поэтому мы назвали это интромиоклеточные липиды. Интра – это внутри. Мио – это мышца. Клетка – это клетка. Липиды – это жир. Интромиоклеточные липиды – это внутримышечный жир. Это именно то, что мешает инсулину впустить глюкозу в клетку. Вот здесь. Продолжение следует...